Наверное, в деревне, где хлеб насущный давался только тяжелым и упорным трудом, и все-таки был ненадежен, скуден или черт, сложена была сказка о стране тучного изобилия и беспечного благоденствия. Там текут молочные реки, в кисельных берегах лепешки падают с неба прямо в рот, жареные утки сидят на ветках, жареные поросята бегают по лужку, достаточно только протянуть руку. Сказку эту не истолкуешь однозначно. В разное время у разных рассказчиков в ней выступали на первый план различные стороны. То мечта об изобилии, сложившейся в умах людей, которым не всегда удавалось наесться досыта, то насмешка над лежебоками, которые надеются, что кусок сам прибежит в руки, с неба свалится в рот. Брейгер мог слышать эту сказку еще в детстве, а вложил ее в картину в последние годы своего творчества. Подробности картины следуют за подробностями сказки. Чистокол, сплетенный из колбас, гора и сладкая каша, окружающая страну изобилие. Чтобы попасть в нее, нужно проесть дорогу в этой горе. Есть на ней жареный поросенок, бегает по лугу с ножом в боку, словно предлагает нарезать себя на куски. Есть, наконец, лепешки. Они срослись так, что образуют подобие кактуса опунции. Таких растений старая европейская сказка не знала. А Брейгель мог увидеть опунцию среди диковин, которые попадали в Антверпен из-за морских владений Испании. Занятные эти подробности замечаешь не сразу. Картина построена так, что взгляд притягивает к себе три человека, лежащие на земле. Салдат, крестьянин и писарь. Салдат и крестьянин повернули голову друг к другу и, видно, переговариваются. Писарь подложил руки под голову и широко раскрыл глаза, смотрит в небо. К его поясу привязана чернельница. Рядом с ним толстая книга с застежкой, под рукой исписанный лист бумаги. Писарь, а может быть странствующий поэт из студентов, который, следуя зогу старинного предания, шел-шел и, наконец, пришел в эту благословенную страну, где даже крыша, под которой он прячет лицо от солнца, это огромная круглая столешница, укрепленная на деревянном стволе и уставленная едой. Впрочем, для странствующего студента у него слишком богатая, подбитая мягом шуба. Он лежит с открытыми глазами, глядит в небо, думает. Крестьянин не расстается с цепом. Положил его под себя и передерживает рукой. Зато воин небрежно сбросил с руки стальную перчатку, но на копье, чтобы оно не откатилось далеко, положил ногу. Все три фигуры написаны удивительно точно. У них сильные, могучие тела и спокойный поз. Страну лентяев называют обычно эту картину, но в изображении этой троицы не ощущается осуждений и насмешки. Для лентяев у них слишком мускулистые тела, и отдых их похож. И на долгий праздничный покой, а на короткий привал в пути. Куда идут, откуда пришли эти люди? Может быть, здесь звучит не только вечная мечта голодных об изобилии, но и мечта о мирном времени, когда солдат сможет снять с руки стальную рукавицу, а крестьянин не будет видеть в нем врага. Фигуры написаны художником со сдержанной симпатией. Это ощущение усиливается контрастом. В странной хижине с крышей, заставленной полными плошками, полу лежит некто в рыцарской шляпе. И кераси, надеты на голое тело. У этого странного рыцаря тощие и слабые руки. Это сатирический персонаж картины. Он в стране благоденствия, праздно ждет благ. Аллегорический смысл картины сложен. Построение ее простое и точно. Ее воспринимаешь сразу и сразу запоминаешь. Субтитры создавал DimaTorzok